Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Данное видео будет посвящено разбору довольно простой торговой стратегии, которая отлично подойдет как для начинающего трейдера, так и для более опытного. Стратегия основана на торговле отважных ценовых уровней, поддержке либо сопротивлении. Для начала выясним, что же такое уровни и как их построить на графике цены. Для того, чтобы построить уровень на графике цены, необходимо выбрать значок в левой части экрана. Уровень поддержки – это линия на графике валютной пары, проводимая трейдером, соединяющая 2 и более минимума на графике. Также обозначается словом «саппорт». Уровень сопротивления – это линия, соединяющая 2 или более максимума, которая также называется словом «резистанс». Данные уровни могут быть горизонтальными, либо проходить под любым углом. Также данные уровни могут образовываться не только экстремумами на графике, но и находиться у значимых ценовых уровней, например, возле кругов значений. Стоит отметить, что чем большее количество раз цена касается уровня, тем более сильным он является. Наиболее сильным считается так называемый «зеркальный уровень», который сначала считается уровнем поддержки, а затем, после пробития и закрепления цены ниже данного уровня, является уже уровнем сопротивления для цены. Существует два основных способа торговли на основе уровней цен – пробой и отбой от уровня. В первом случае, на основе определенных критериев, трейдер рассчитывает на то, что уровень будет пробит и цена пойдет дальше. Действительно, очень часто после пробития важного уровня мы видим мощный импульс, что позволяет получить хорошую прибыль, причем за довольно короткий промежуток времени. Отбой от уровня подразумевает, что уровень подтвердил свою силу и, как минимум, в ближайшей перспективе нас ожидает разворот цены. Стоит учитывать, что в разные периоды рыночной активности вероятность отработки, пробоя или отбоя может меняться. Например, при низковолатильном рынке и слабой торговой активности лучше ориентироваться на отбои от уровня. В момент выхода важных новостей стоит сделать упор на пробой уровней. Самый важный плюс работы по данной стратегии в том, что не нужно думать, куда разместить стоп-ордер. Он размещается за уровень поддержки либо сопротивления и является совсем небольшим. Рассмотрим на графике примеры использования уровней в торговле. Видим консолидацию на графике. Цена довольно долго не может пробить важный уровень. Затем немного откатывает и при следующем подходе к тому же уровню пробивает его. После чего следует сильное движение вниз. Похожую ситуацию наблюдаем чуть позже. Наиболее интересный момент для открытия позиций возникает после формирования зеркального уровня. Открытие сделки на продажу в таком случае с постановкой стоп-ордера за линию сопротивления позволило бы неплохо заработать. Стоит обратить внимание, что уровень может отработать и спустя некоторое время, что и видим на графике. Поэтому всегда стоит учитывать ранее отработанные уровни. При торговле от уровней можно довольно эффективно использовать отложенные ордера. Бай сел лимит и бай сел стоп. Надеемся данное видео было вам полезно. Всего доброго!